Продолжение следует... 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 В разных форматах, но это все равно недостаточно. До каждого ребенка должно это дойти. И он должен прийти, на мой взгляд, из школы с выученными уроками и вечер посвятить своей семье, своим близким, родителям, заняться любимым хобби или каким-то, не знаю, делом, которое он хочет обязательно в этот день реализовать. Пусть в 5, пусть в 6 часов, но дома, чтобы он не сидел и не корпел. Иногда ведь не могут родители помочь в том, чтобы подготовиться по ряду предметов. Уж очень они сложными стали. Следующая задача, это задача четвертая, система профориентационной работы. Не секрет, что 38% выпускников вузов работают по специальности, но получается 62% работают совершенно не по тем профессиям, которым они обучались в высших учебных заведениях. Это совершенно порочная система, на мой взгляд. Почему она возникает? Потому что ребенку иногда очень трудно и даже невозможно определиться, кем же он хочет быть. А помощи он реальной в решении этой проблемы не получает. Поэтому считаю совершенно необходимой создание профориентационных центров, координационные центры в городах, поселках крупных, куда можно привозить детей даже из окрестных, мелких населенных пунктов, где они могут себя попробовать. Да боже мой, в больнице всегда не хватает санитаров. В школах можно в тех же группах продлинного дня под руководством учителя посмотреть, как ребенок реализует свои творческие, учительские задатки. Это было бы желание, знаете, тут не требуется каких-то колоссальных денежных вливаний. Ну и пятое, это, я считаю, совершенно важным, необходимым дополнительные компетенции, которые должен приобрести ребенок на выходе из школы. Ведь одной грамотности умение читать это мало. Нужна финансовая грамотность. Как часто дети подходят и спрашивают? Вот здесь кредит или рассрочка. А тут права потребителей, как их защитить. Такие вопросы задаются, знаете, довольно часто. И я понимаю, что в школьной программе их категорически не хватает. Значит, нужно эти компетенции добавлять и в ходе урочной, и в ходе внеурочной деятельности. Умение водить автомобиль. Это тоже сейчас необходимое ввеление времени, потому что у нас, ну, это просто дополнительный кусок хлеба, который, в конце концов, может себе всегда заработать. Владение компьютерными программами. То есть вот если все эти навыки на выходе из школы есть, выпускник никогда не потеряется. И все, что он получил в этой школе, он будет применять в жизни для того, чтобы достичь элементарно определенного статуса. Или помочь себе реализоваться, помочь заработать себе на ту же учебу или на какие-то другие цели. Я считаю, что если мы эти задачи решим, мы во многом нам легче в жизни ученика. Ведь он для нас самая главная фигура в нашей деятельности. И для него, собственно, и затеваются все эти перемены. Спасибо за внимание. Это то, что я хотела сегодня озвучить.